здравствуйте мои дорогие зрители сегодняшнем небольшом видео мы поговорим о том почему не нужно бояться говорить о психопатах и нарциссах и почему нужно знать признаки диссоциального и нарциссического расстройства личности на нашей замечательной прекрасной планете не только много красивых полезных живых существ растений но и ядовитые ягоды ядовитые грибы ядовитые насекомые ядовитые змеи ядовитые рыбы ядовитые медузы ядовитые лягушки ядовитые осьминоги и даже ядовитые моллюски например одним из самых ядовитых существ на планете является морская улитка конус которая выглядит очень привлекательно но убивает очень быстро одной из самых ядовитых змей является тоже довольно таки привлекательная внешне змея внутри материковый тайпан меня в детстве бабушка дедушка обучали определять такие давитые растения отличать их от нормальных такие как белина белодона болиголов вех вороний глаз клещевик чимерица и когда мы с моим папой ходили по грибы он тоже учил меня определять ядовитые грибы знаете ли вы что примерно из 5000 существующих грибов на планете около 150 являются ядовитыми некоторые конечно галлюциногенные грибы не считают за ядовитые но тем не менее так как от них умирают от них бывают невосстановимые поражения нервной системы и здоровья то все-таки я их заношу в ядовитые такие как мухомор красный бледная поганка ложный дождевик обыкновенный мухомор пантерный мухомор королевский и другие и конечно мы должны знать признаки вот этих ядовитых растений грибов насекомых когда мы едем в какое-нибудь путешествие в африку там или таиланд или во вьетнам конечно же мы должны изучить ядовитых также мы с детства узнаем признаки хищников тогда почему нас никто в школе не учит распознавать признаки диссоциального и нарциссического расстройства личности их воздействие по своему эффекту может быть приравнена укусом ядовитых змей или насекомых или поражению ядовитыми растениями поэтому не нужно стесняться этой темы не нужно бояться узнавать об этих людях которые страдают такими расстройствами мы же не стесняемся изучать признаки таких заболеваний как инсульт инфаркт заболевания кишечника инфекционные заболевания признаки гриппа признаки венерических болезней вот точно так же нужно не стесняться изучать признаки психопатов и нарциссов благодаря своей харизме самоуверенности безбашенности и психопаты и нарциссы также как вот многие галлюциногенные грибы или ядовитые змеи насекомые привлекают внимание вызывают очень сильный интерес привязывают каким-то образом к себе также вот как ноги подсаживаются на галлюциногенные грибы также сейчас психопаты и нарциссы стали такой даже несколько модной темой и некоторые даже гордятся тем что вот у них обнаруживаются такие признаки но гордиться тут нечем это нужно изучать кстати в моей книге антипсихопатия вы можете узнать более 50 признаков токсичных людей кроме знания признаков диссоциального и нарциссического расстройства личности необходимо тренировать в себе умение слушать и слышать умение чувствовать что стоит за словами человека умение анализировать и конечно необходимо развивать свою интуицию чтобы во первых распознавать вот какие-то красные флажки какие-то сигналы опасности которые всегда вы будете чувствовать изнутри своим телом и во-вторых вы сможете проанализировать и сопоставить слова человека с его реальными действиями напишите пожалуйста в комментариях есть ли у вас знания вот этих признаков и используете ли вы эти знания на практике поделитесь вами была марина озбород спасибо что смотрели это видео ставьте лайк если она вам понравилось подписывайтесь на мой канал а я желаю вам счастья здоровья и чтобы вашу корзинку с гриппами никогда не попадали ядовитые всем пока до новых встреч